Сегодня мы очень рады видеть у нас на этом мероприятии Алену Попову, юристку, правозащитницу, основательницу проекта ВЭЭ, сети взаимопомощи для женщин, савтраку законопроекта о профилактике домашнего насилия, основательницу Центра этика и технологии. Давайте поаплодируем Алене. И передаю ей слово. Во-первых, спасибо большое, что все пришли. Да, действительно, сегодня, мне кажется, важная такая острая тема. У меня есть презентация, она очень такая бравая, позитивная, про то, как женщины должны занимать все-таки сейчас ведущую роль в технологиях, поскольку женщины — это будущая технология, как демографическое большинство мира в целом. Ну и для России, конечно, это тоже сильно актуально, потому что у нас 78 миллионов женщин и 66 миллионов мужчин. Хочешь, не хочешь, преобладающее демографическое большинство должно влиять на то, как развиваются технологии в стране. Но есть еще важный аспект этой темы. Он заключается в так называемых байос, или в том, насколько в эпохе настоящего, которую называют эпохой будущего, она уже наступила, сильно дискриминирована женщина, дискриминирована ли она, и почему, и как со всем этим бороться. Я вот хочу до того, как я начну нудно говорить, показать вам несколько видео с короткой информацией. Собственно говоря, мы все знаем три проблемы, которые существуют в эпоху искусственного интеллекта. Одна проблема заключается в том, что системы или алгоритмы искусственного интеллекта обучаются, или им задаются параметры людьми, которые используют данные, большие массивы данных. И в этих больших массивах данных, я покажу вам видео, очень часто не заложено достаточного объема или соразмерно достаточного объема информации о том, как должна выглядеть женщина, как ведет себя женщина. И очень часто алгоритмы идентифицируют женщин как мужчин. Из-за этого могут приниматься страшные, действительно страшные решения, если мы, например, рассматриваем летальные автономные системы вооружения. Проще говоря, это некое автономное оружие, которое, видя бегущего человека, принимает решение, что это бегущий солдат и наносит удар по этой мишени конкретной в виде человека. Вот этим человеком может оказаться женщина, просто бегущая в сторону границы, например, с границы противника, из-за того, что в алгоритм заложены неправильные данные. Или вторая проблема, которая существует на данный момент, она действительно очень актуальна, это что большинство программ помощников на самом деле программы помощницы. Есть, я специально хочу сначала показать, а вот это видео, говорят, что нельзя приписывать гендер программам. Это неправильно, потому что это мир прошлого. Но так или иначе, в основном, и в видео это есть, и сказано, в основном все выбирают женщин, помощниц. И третья история, которая тоже важна, это что, конечно, куклы для сексуальных утех, в основном женского пола, и спрос более высокий на секс-кукол женского пола, что, конечно, заставляет большое количество людей во всем мире задавать большой вопрос, а не провоцирует ли это рост насилия по отношению к биологическим женщинам. Не к женщинам, которые антропоморфные роботы, а к женщинам, реально существующим, то есть биологическим алгоритмам нам. Ну вот, покажу вам несколько видео сначала. Спасибо. 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 Ну вот, собственно, действительно, многие говорят, что на телефонах не меняют голос Сирии. Сирии есть женский, потому что предполагается, проводили опросы, предполагается, что женский голос более легко и лояльно воспринимается и мужчинами, и женщинами, и поэтому стоит женский голос, как у программы помощницы. Но исследователи, особенно женщины феминистские в разных университетах, которые взяли себе эту тему, они говорят, что исконно в нашей культуре воспринимается, в нашей, не в российской, а вообще в мировой культуре, в патриархальной воспринимается помощница, а не помощник, и поэтому голос не меняется. Поэтому, собственно, это видео как призыв к тому, что если у вас, если вы используете Сирию, то тоже можете поменять себе голос на мужской. Так, хочу показать еще одно важное видео. Можно вам, пожалуйста, посинка. Видео связано с тем, как раз как идентифицируется, выше вот чуть-чуть там ссылка, Gender Shades называется, вторая ссылка, да. Важно про то, как алгоритм идентифицирует мужчин и женщин, тоже чтобы было понятно, про что я здесь сегодня буду говорить. Продолжение следует... 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 Я думаю, что здесь никому объяснять не надо. Это профессии, связанные с высокими технологиями. Хотя очень важная мысль, которую я вам здесь хотела тоже рассказать, это недавно я выступала на конференции, там сидел как раз очень известный аналитик из Мирового банка, который мне задал такой серьезный вопрос, ответа на который я до сих пор не знаю, и, собственно, ответа на него не знают большинство ученых. Так называемый гендерный парадокс. В странах арабского мира и Африки наибольшее количество женщин в процентном соотношении к мужчинам получают образование в сфере высоких технологий, нежели в скандинавских странах, где индекс равноправия считается исконно самым высоким. Ученые сошлись во мнении, что это, наверное, потому что женщин ограничивают в обычных профессиях, в обычной жизни, в развитии самореализации, в трудоустройстве, и поэтому они выбирают вот такие способы. Но ответ реально не знает никто. Показатель достаточно, к сожалению, я вам в новую презентацию не успела, поскольку была в самолете, вот этот слайд поместить, но, думаю, может быть, после нашего разговора я потом дошлю, например, девушкам, и они смогут этот слайд выложить. Действительно очень интересный график, почему так происходит. Но так или иначе, женщины исконно были создательницами сферы и компьютеров, и развития сферы высоких технологий. Наверное, вы смотрели… Можно дальше пролистнуть сразу. Давайте я сама. Можно сразу сказать, что женщины отдали свою лидирующую роль мужчинам именно по той причине, что существовало патриархальное понимание, вот, собственно, почему все помощницы программы, не помощники, а помощницы, что главой открытий и инноваций должен становиться такой мускулинный тип, то есть, конечно же, мужчина, у него больше преференций, особенно мужчина белый, у которого еще больше преференций. Женщины уходили на второй план. Вы, наверное, смотрели потрясающий фильм «Скрытые фигуры», где впрямую рассказывается, как происходила космическая программа в Соединенных Штатах и какую роль играли, собственно, известные эти три героини, замечательные совершенно. Но я вам тоже хочу показать это видео, потому что в нем коротко и прекрасно рассказывается о том, как мы из большинства, или не из большинства, а из большого очень процента в сфере высоких технологий превратились в абсолютное меньшинство. И сейчас этим абсолютным меньшинством остаемся, причем практически во всех странах. Кажется, что это сепортация и любимый сериал похожи. Есть у вас в телефоне, в быстром доступе, хочется все. Я была в том, что я делала презентацию в тех конференции, когда мужчина из МВИ дала мне эту конкурсию. Продолжение следует... 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 48 процентов я вам сейчас этот прекрасный слайд покажу здесь мужчины и женщины черные это мужчины а красная это женщин 48 процентов игроков это женщины прекрасный пример тоже здесь его нет но вы его сами можете легко найти на тэдди выступала девушка которая создала приложение изучающее поведение женщин в игре но чтобы изначально к этому приложению подойти она занималась зачем а сколько действительно женщина играет компьютерные игры и выяснилось что играет 48 процентов но очень многие женщины про это не говорят либо имеют мужские ники либо вообще в игровой сфере никак себя не проявляют хотя могут быть одними из ведущих игроков в принципе игровая индустрия как мы знаем одна из самых сексистских и собственно именно игровая индустрия задает тон тому кого нанимают на работу что легче всего монетизируется кого хотят видеть в качестве кандидатов в наемные сотрудники и поэтому конечно женщина очень часто говорят и вот собственно что они очень часто говорят и почему они туда не трудоустраиваются и вам тоже хочу показать как мне назад это все прекрасно перекрутить это важно потому что женщина которая работает в эти сфере вот у нас есть василика климова прекрасная молодая девушка которая пошла в развиваться вот в профессии программиста действительно девушка и очень привлекательная которая сталкивалась с сексизмом и с непониманием ей задавали вопросы почему именно там почему-то не пошла на какую-то другую более женскую профессию что конечно очевидно противоречит логике исходя из того что женщина повторяя 48 процентов даже в компьютерных играх женщины я покажу вам каких успехов добиваются когда они чувствуют что их поддерживают когда нет сексизма когда есть так называемые green book в компаниях то есть там утверждено равноправие когда при трудоустройстве на работу женщина понимать что она защищена каких она действительно высот может добиться женщины когда добиваются этих высот в сфере высоких технологий особенно это будущее они тянут за собой других женщин и вот сегодня летела самолете читала прекрасную книгу которая называется микротренды и там в этой книге ученые со всего мира сходятся в таком мнении что женщины скоро станут основными владелицами капиталов либо они будут наследовать эти капиталы либо зарабатывать сейчас во многих странах женщины примерно зарабатывают столько же сколько мужчины в сфере высоких технологий не берем в целом по экономике а в будущем могут зарабатывать больше и поэтому женщины могут реинвестировать в развитие других женщин что очень важно почему я считаю что за женщинами будущее давайте покажем давай точнее да вот не этот перед ним слайд перед да можете сразу нет такой статистики да и мы мы очень хотим чтобы такая статистика была хороший хороший вопрос больше больше или меньше в россии нет я говорю нет такой объективной статистики нет можно спросить коммерческие компании однако в некоммерческом секторе женщин тоже да да мы хотим мы хотим получить да мы хотим получить такую статистику самих у нас ее нет открыто она нигде не опубликована и более того она к сожалению не опубликована по возрастным группам потому что понятно что среди и миллениалов как сейчас принято среди молодого поколения конечно большее количество девочек идет в сфере высоких технологий потому что это уже образ жизни в нашем возрасте то есть это 35 плюс конечно я думаю что меньшее количество женщин не думаю я уверен меньшее количество женщин работает сфере высоких технологий но такой статистики к сожалению нет пока или я не знаю да это спасибо в россии 16 миллионов женщин с высшим образованием 12 миллионов мужчин с высшим образованием однако женщины получают на 30 процентов меньше мужчин зарплату в целом в том числе и потому что женщины они работают по основе своей профессии и б уходят очень часто в первые пять лет после вуза в отпуск по уходу за ребенку за ребенком из этого отпуска в течение 10 лет не возвращаются их доходы резко сокращаются это другой разговор очень важный конечно разговор и как раз мы это думали десять лет назад когда 9 лет назад когда создавали стартап women что очень классно когда женщины находятся в отпуске по уходу за ребенком и могут дистанционно работать особенно если они могут дистанционно делать что-то в сфере высоких технологий если они хотят кодировать пусть они кодируют если они хотят заниматься и самым пусть они занимаются и самым например прекрасный пример новосибирске есть такой проект его сделала кстати молодая мама наташа одегова one day one step это проект где она предложила мамам проживающим не в новосибирске а в новосибирской области область мы знаем от новосибирска до татарска 600 километров то есть разный достаток у людей она предложила работать дистанционно крупные компании на 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 рыбок на марс и как раз изучать сферу высоких технологий проводила онлайн-тренинги действительно подняла очень сильно доход тех мам которые пошли в эту программу мы думали что это будет по всей россии к сожалению по всей россии так вот массово эта программа не пошла к сожалению давайте посмотрим собственно что говорят женщины почему им трудно работать вот в сфере особенно программирования в компании в которой мы сейчас много раз закрываем это то есть и что я не могу о чем я не могу что я не могу о чем я не могу что ты да Продолжение следует... 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 Работники Google, вы знаете, выходя на митинги, заставили Google принять этическую декларацию, в которой Google обязался не участвовать в военных разработках и не поддерживать проекты Пентагона, в частности проект Maven, в котором Google принимал очень активное участие. Одна из участниц акций протеста из Ирландии, ее зовут Лора Нолан, девушка-программист, которая очень долго добивалась вот этого статуса в компании, хотя Google в принципе сертифицирован как Women Friendly Company, мы сами их проверяли, Women или не Women, а не Friendly, существует или не существует у них система поддержки развития карьеры женщин, но так или иначе Лора очень сильно повлияла на то, чтобы в Google появилась такая декларация, и большинство женщин, которые участвуют сейчас в Организации Объединенных Наций, вот в этой компании, она называется Stop Killer Robots Campaign, женщины. И большинство людей, которые участвуют в этой компании, женщины, пришедшие из сферы, либо академической, они ученые, которые как раз занимаются вот этими BIOS, то есть данными, которые определяют или узнают, распознают объекты, не только объекты, их голосы, обучают алгоритмы этому поведению, создают эти пакеты данных, либо это программисты, но в любом случае именно женщины несут такую большую весомую социальную роль и против войны, и за мир, и за экологию, и действительно влияют на изменения всей сферы технологий. Конечно, большой вопрос, который тоже важно поднять, только 2% женских стартапов в сфере высоких технологий на, правда, данные эти у меня 2016 года получают инвестиции. Это что значит? Был очень классный ролик, где две девушки, создающие приложение, получили инвестиции, когда придумали себе виртуального директора мужчину, и за них на встречи с инвесторами ходил этот виртуальный директор мужчина, то есть он быстрее, чем они вдвоем, получил эти инвестиции, хотя никакого отношения к проекту по факту не имел. Есть такой же пример, когда девушки создали виртуального мужчину, за которого они писали письма своим инвесторам, и также быстрее получили эти финансы. Это важно понимать, поскольку и 30% разрыв в зарплатах в целом по странам, от 10 до 30% он существует. И несмотря на то, что сфера высоких технологий самая крутая, демократичная, либеральная, она идет вперед, говорят, что зачем вы концентрируетесь на этих странных вещах, женщина не женщина, там главное профессионал. Но я вот вам показала видео, в которых каким бы ты ни была профессионалом или профессионалкой, у тебя есть стеклянный потолок в силу того, что ты женщина. Либо ты не можешь комфортно общаться с коллективом, потому что он просто несбалансированный. Там большинство мужчин, ты не можешь в него влиться, либо ты должна подстраиваться под их систему поведения. Большинство компаний не имеют гринбуков. И если есть случаи домогательства, вы знаете, что прошлый год даже в сфере высоких технологий был очень активен на протесты женщин-сотрудниц. То, что компания не реагирует, когда происходит домогательство, никто не знает, что с этим делать. Даже в сфере высоких технологий не разработаны такие системы. Женщины, безусловно, вы сейчас услышали. К сожалению, опять же, я страдаю, что у нас вот это все на английском языке. То есть должно быть, конечно, такое на нашем с вами языке, поскольку у нас большое количество женщин-предпринимателей в сфере высоких технологий. У нас есть женщины-программисты, безусловно, у нас женщины есть ученые, которые изучают этику высоких технологий, понимают, что такое этика искусственного интеллекта и куда мы все идем стремительным домкратом. Поэтому хотелось бы, чтобы появилось на русском, но пока, к сожалению, на русском нет. При этом, что может поменять, наверное, сбалансированной сфере высоких технологий, когда мужчины и женщины будут у нас равны, или хотя бы они будут получать одинаковые инвестиции. Вот вы сейчас видите, я специально этот слайд поместила, где-то 12% женщин трудоустроено в сфере высоких технологий, а где-то вообще абсолютное большинство мужчин, только 5,8% женщин. Безусловно, дистанционное трудоустройство, как его называет мировой банк, это будущее мира. И, конечно, женщины обязательно должны быть равны мужчинам в сфере трудозанятости и высоких технологиях, потому что женщины все равно так или иначе в основном находятся в отпуске по уходу за ребенком. И, конечно, безусловно, они не должны терять доходы, должны крепко стоять на ногах. Это называется даже и специальный термин – экономическая безопасность женщин. Безусловно, ее надо обеспечивать, в том числе включением женщин в сферу высоких технологий. Ну вот вы здесь тоже видите, например, по отраслям прекрасный, очень показательный слайд. Вы видите, где женщины составляют абсолютное меньшинство-большинство. Понятно, что в социальной сфере у нас женщины большинство. Понятно, что в сфере высоких технологий женщины меньшинство, что тоже, к сожалению. Ну, не туда, наверное, да, я давлю, что у меня, почему так. Хочу вам тоже, можете попросить, да, нет, вперед, прости. Хочу вам показать тоже, когда, я не хочу звучать пессимистично, еще дальше на слайд, что женщины, например, и сильно дискриминированы, и не могут добиться успеха, и вообще сфера высоких технологий не для женщин, конечно, это не так. Существует, безусловно, большое количество женщин, добившихся успеха, являющихся миллионерами. Женщин-миллиардеров пока в сфере высоких технологий нет. Женщины-миллионеры есть. Хотя нет, здесь будет одна женщина-миллиардер. Но так или иначе, их истории публично не растерживаны в обществе. И когда был очень показательный случай, тоже на конференции TED вышла выступать женщина и попросила поднять руки аудитории, у кого ассоциируется айтишник с молодым парнем в какой-нибудь классной футболке и джинсах, и весь зал поднял руки. То есть, конечно, хочется, чтобы эта сфера ассоциировалась или с гендерным равенством, конечно, она, наверное, не будет пока ассоциироваться с большинством женщин, но хотя бы с гендерным равенством, хотя бы чтобы не очевидно весь зал поднимал руки, что айтишник – это значит обязательно лицо мужского пола. Ну вот, да, можем мы покажем про успешных женщин. Я думаю, часть из них вы, конечно, знаете, части, я думаю, нет. Продолжение следует... 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 Сапфорд Кац, президент и КФО в Ораколе. Сапфорд Кац became an Оракол экзег в 1999 и since then worked her way up to the company's number two job. В 2013, she earned over $44 миллион, primarily in stock and options, according to the SBC. Вирджиния Романи, CEO of IBM. Романи began working at IBM at age 24 in 1981 as a systems engineer. Her total compensation for last year was $16.1 миллион. Мариса Майор, CEO of Yahoo. Мариса Майор was the 20th employee at Google. She became CEO of Yahoo in July 2012. At Google, she helped develop the tools such as Google News and Gmail. VentureBeat estimates Майор's net worth at $300 million. Meg Whitman, CEO of Hewlett-Packard. Meg Whitman, who made her fortune at eBay before becoming CEO of HP in 2011, is the wealthiest woman in tech. She's reported they were worth $1.9 миллион. Да, в общем, к чему я показывала это видео, что, конечно, вы, наверное, видели путь большое количество женщин либо из маркетинга, либо сами были инженерами, и поэтому перешли вот в сфере высокие технологии абсолютно адекватно. Они перешли на руководящие должности. Конечно, когда мы смотрим профессии будущего, там, безусловно, сказано, креативные профессии будут подниматься, технологические профессии или те профессии, которые можно заменить алгоритмизацией, будут сокращаться. И поэтому, конечно, у женщин большое будущее и в сфере высоких технологий. Мы считаем, то есть я и ряд моих коллег, кто занимается вот, собственно, этикой искусственного интеллекта, мы считаем, что, конечно, прежде всего, чтобы женщины добились большого успеха, надо показывать ролевые модели и выстраивать в компании вот эту культуру этики. К этому можно по-разному относиться. Вот зачем тебе подписывать эти соглашения или этот гринбук, когда ты трудоустраиваешься в Google, если ты крутой программист. Но по факту, конечно, без этого, к сожалению, нам не удастся создать вот этот адекватный баланс между мужчинами и женщинами, сотрудниками компании. Ну, вот этот слайд я, наверное, вам уже вначале показала видео, поэтому, наверное, не надо его обсуждать. Но так или иначе, здесь заложены все стереотипы, которые относятся вот к программам помощницам и к тому, что Сири все-таки воспринимается как женщина, потому что один из самых известных запросов – Сири выйдешь ли ты за меня замуж? То есть его очень многие изучают. И как Сири реагирует на критику? А была бы ты моя девушка, у меня бы все было хорошо. Что ответы, понятно же, что это программа, ответы предустановлены, заложены, алгоритмы этому обучены. Поэтому понятно, кто создает эти алгоритмы и почему там существуют такие ответы. Чтобы это поменялось, мы не можем вытащить всех программистов, их срочно переобучить и заставить их вложить какие-то другие данные в этот алгоритм. Мы его как-то по-другому обучить. Мы должны поменять взгляд на мир и мужчин, и женщин, которые трудоустроены в высокотехнологических компаниях. На наш взгляд это делается в том числе вот такими гримбуками или этическими кодексами, которые должны быть в компаниях. Ну и, собственно, да, это последний слайд. Наверное, это все, что я вам хотела рассказать, за исключением того, что тут тоже этого нет. Но я считаю, что очень важно. Соединенные Штаты Америки 10 лет назад занялись такой программой, как кодирование для девушек. Они решили, что за 15 лет им надо увеличить с 6% до 15% количество женщин-основательниц стартапов в сфере высоких технологий и так сделать, чтобы женщины могли на одном языке говорить с программистами, даже если женщина не является инженером, программистом, не хочет заниматься вот этим конкретным видом деятельности. И они начали проводить разные, абсолютно разные встречи. И женщины, которые кодируют, девушки, которые кодируют детские лагеря для девочек. Но действительно самое замечательное, что было в этих программах, это то, что большое количество женщин стали заниматься, которые вышли из этих вот кружков или вечерних встреч, стали заниматься развитием STEM в школах. STEM — это наука, технологии, инженеры или программирование и математика. Вы, наверное, знаете, что, к сожалению, в мире существуют отдельные олимпиады для девочек по математике. Ну, это очень странно. Мы гордимся, наша страна занимает там первое место. Это год назад как раз была большая новость. Но, наверное, это тоже странно, чем, собственно, математика отличается, и олимпиада должна отличаться, почему должна быть какая-то отдельная олимпиада для девочек. Для того, чтобы STEM в школах развивался, именно ориентируясь на девочек, очень многие успешные женщины, сотрудницы компании приходили в эти школы. И я была не только в Соединенных Штатах, но и в Скандинавии. Великолепные программы. А мы, как я считаю, очень близки к Скандинавии. Тоже страна северная, вытянутая вдоль рек. Тоже у нас тяжелые условия жизни, если так лояльно можно выразиться. Женщины, приходя в эти школы, создавали ролевые модели. Они комфортно общались с девочками. И количество поступающих, например, в Хельсинский университет на программы, связанные со сферой высоких технологий, женщин резко увеличилось. Мне кажется, это, наверное, важно понимать, когда мы говорим, что будущее за женщинами. Сейчас уже мы, наверное, упустили этот гэп в следующие 5 лет. Но за 5 лет мы можем сделать так, чтобы увеличилось количество женщин, желающих поступать на профессии, связанные с темой, о которой я сегодня говорила. И желающие не только поступить и выпуститься, как правильно был задан вопрос, но еще иметь условия, когда там комфортно и классно работать и развиваться. Еще раз повторю, для того, чтобы иметь условия, компании должны отчитываться о разнице в зарплатах. Так делают большое количество высокотехнологических компаний, но пока не в России, чтобы на аналогичных должностях мужчина и женщина получали одинаково. Должны вкладываться в развитие в том числе и женского лидерства и должны не поддерживать эти стереотипы, что программисты — это всегда молодой человек, социопат, креативный, который что-то создает, и это, конечно, не женщина. И не должны создавать это в детской среде, потому что девочки, мальчики должны понимать, что они в равной степени могут участвовать в создании мира настоящего, который почему-то все продолжают называть миром будущего. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Да. Вот вы очень много говорили про высшее образование, но тут есть один систематический фактор, то есть очень много мужчин делают высшее учебное заведение только ради того, чтобы получить отсрочку от армии, попасть на военную кафедру и избавиться от всеобщевой воинской повинности. Готовы ли вы распространить всеобщую воинскую повинность и на женское население, чтобы увеличить количество девушек в IT вообще с высшим образованием и как бы уравнять? Это какие-то два просто разных вопроса. Вы как-то их в кучу смешали, это неправильно. Итак, я против войны, поэтому я вообще не готова увеличить ничьё участие в воинской повинности. Допустим, освободим мы мужское население от общей... Армия должна быть профессиональной и контрактной. Да, конечно, я это поддерживаю. Армия должна быть профессиональной и контрактной. Но на высшее образование армия профессиональная и контрактная никак не будет влиять. Ещё раз, у нас 16 миллионов женщин с высшим образованием сейчас, 12 миллионов мужчин с высшим образованием, но женщины на 30% получают в среднем меньше, чем мужчин. Это не связано никак ни с воинской повинностью, ни с чем, а чисто с экономикой и социальными стереотипами, которые, к сожалению, культивируются. Вот, и ещё по поводу, допустим, социального давления на женщин. То есть часто бывает так, что в разного рода группах, в социальных сетях, ну или просто на анонимных форумах, женщины и складывают свою проблему, ну как мужчины, чтобы излить душу и найти понимание, но сталкиваются с огромным количеством слайдшейминга и тому подобных вещей. Как вы считаете, в обществе можно развить нормальные отношения к истинной женской сексуальности? Ну, спасибо за этот вопрос. Это на самом деле трагический вопрос, потому что когда я сюда ехала, я разговаривала по телефону с Ритой, и которой 13 лет, и которая 1 января этого года была изнасилована группой молодых людей в Сергиевом посаде. И в сеть её дело попало неделю назад, когда её подруга решилась выложить сообщение, которое эти молодые люди насилуя Риту, пересылали друг другу. Вот я разговаривала с Ритой, и я говорю это то, что, ну, это известный факт, я её спросила про это, что Рите хочется покончить жизнь самоубийством, потому что реакция на изнасилование такая, это не мягко выражаясь, дура, сама виновата, а это действительно слайдшейминг, причём агрессивный слайдшейминг. Конечно, вопрос очень сложный. Когда мы говорим о том, как я отношусь к тому, чтобы эту проблему поправить, это кибербуллинг, всё, что связано с профилактикой агрессии в сети, а когда мы говорим о профилактике агрессии в сети, мы также должны опираться на то, что нам придётся ограничить чьи-то права, их отрубить от интернета и сразу всех сажать за плохие высказывания и так далее. Ну, всё равно будут использовать VPN, Тор, и так вы не допустите. Ну, я говорю про… И стоит, наоборот, скажем так, изменять так называемое патриархальное, религиозное представление о женщинах, потому что что в христианстве, что в исламе. Женщину вставили в самый низ, ну, непонятно, конечно, зачем, но это постоянно через религию им рестеранслируется и попадает, опять же, через детство в воспитании. И кажется, что если вот женщина занялась сексом по своей инициативе, это плохо, а если мужчина, то он, наоборот, мачит. Нет, это с религией связано не в первую очередь, хотя мы везде про это говорим. Конечно, патриархальные устои надо менять. Это связано с тем, что у нас маскулинность и насилие пропагандируются как инструмент развитой сильной альфа-личности. Наш президент то со стерхами летает, то на медведях ездит с голым торсом. У нас есть известная цитата «мочить сортирах». Поэтому дело не только в воспитании в семье, сколько кулак государства – это кулак в семье. Поэтому, конечно, молодые люди, вопрос задан, действительно, это гендерный вопрос. Потому что шла от шейминг, он применяется только или в основном к женщинам или к ЛГБТ-сообществу, но так или иначе он не применяется к маскулинным мужчинам. И то, что, например, парни насилуя Риту, пересылали друг другу аудио, сопровождено комментариями, что это их подвиги. Они не чувствуют ничего, кроме того, что это их подвиг. Поэтому и это не только в случае этого конкретного изнасилования. Это и в случае насилия всегда. Да, и, к сожалению, в сети это распространено. Да, конечно, надо менять всю абсолютно пропаганду в культуре насилия. Да, конечно, надо пропагандировать равенство и равноправие. Это, конечно, путь очень длинный и долгий, он правильный. Мы стараемся так или иначе на это влиять. Но ведь вы задавали вопрос инструментария. Как можно в данных конкретных ситуациях ограничивать жертв насилия, любого насилия от продолжающегося насилия в сети? Это вопрос сложный, на который все пытаются найти ответ. Готовы ли мы ограничить в том числе свои свободы и содействовать нашим силовикам в том, чтобы они участвовали в этом процессе? Это очень сложный вопрос. Ну вот, думаю, заключительный вопрос. Почему женщины очень редко сами первыми знакомятся и часто стесняются вести в танцы, допустим? То есть есть ли какая-то, опять же, разграничение, что ли? Женских и мужских ролей? Ну, я не большой специалист в танцах, однако я знаю, что есть танцы, как танго или сальса, где главные роли, когда ты ходишь на занятия, говорят, что главная роль мужчины. Он ведущий, так и называют он главный. А партнерша, как говорят, украшение мужчины. И, конечно, когда ты ходишь, и тебя так тренируют, это как с образованием. Ты ходишь, и тебя так образовывают, и таким человеком вырастаешь. Ну вот поэтому, наверное. А что касается женщины первыми знакомятся, это вообще не гендерная история. Ее очень часто обсуждают. Эта история личностная, вот как раз она от пола не зависит. Даже в странах, где есть предрассудки, если личность чувствует, что она может знакомиться первой, она будет знакомиться первой. Мы ездили с моей коллегой, писательницей, журналисткой Мариной Ахмедовой, которая, в общем, она военная журналистка и очень достойный человек, которого я уважаю, в Дагестан. И дагестанки отнюдь не покорные, консервативные женщины. Если им хочется познакомиться, они пойдут и познакомятся. Спасибо. Алена, а можно два слова про проект V или W? Он вообще… Я просто некоторое время назад видела, что он, кажется, приостановил немножко как-то свой размах. Ну вот сейчас он работает. В каком он состоянии? Да, спасибо за вопрос. Проект — это сеть взаимопомощи. То есть он не существует, как-то отдельная организация или что-то. Он возник именно потому, что как-то мы встретились с Мариной и решили, что мы можем совместно повлиять на создание прецедентов, чтобы защитить права женщин в разных регионах. Первое дело, которым мы занимались, это было дело стюардессы аэрофлота, которое генеральный директор аэрофлота, господин Савельев, чел недостаточно худыми, красивыми и молодыми. Да, и группа стюардессов, пострадало 600 стюардесс, и только две из них, Ира Иерусалимская и Женя Магурин, пошли в суд. Первую инстанцию проиграли, и мы подключились уже на второй инстанции. Нам показалось, что это мерзко, противно, непрофессионально, в трудовой кодекс не заложен, и мы должны как-то повлиять. И в итоге он не приостановил свою работу, поскольку это сеть взаимопомощи, когда случается что-то, что мы считаем может как-то изменить жизнь конкретного человека, то включаются те люди, которые живут в данном конкретном регионе. Например, две недели назад я писала про Катю, многодетную маму, маму трех детей, которая живет в Ордынке, Новосибирская область, на 1450 рублей в месяц вместе с детьми. И, собственно, вот благодаря этой сети W Кате скинули денег и на оплату услуг ЖКХ, помогают с трудоустройством, отправили ей посылки с одеждой для детей, с едой для детей. У Кати нашелся адвокат, потому что у нее хотели за пустой холодильник отнимать детей. Вот как это работает. Конечно, сейчас и я, и Марина параллельно занимаемся очень сложными вещами. Наверное, не часть из этих… у меня вообще страницы в Фейсбуке, как говорят люди, меня не могут читать, потому что у меня насилие, изнасилование, мокруха. Ну, то есть действительно… или бедность. Да, это все очень тяжело читается, люди прям пачками отписываются. Марина занимается благотворительной историей, более позитивной, но тоже про людей, которые страдают от чего-то. Сеть действует, мы рады, она самостоятельная. И, наверное, мы, когда создавали ее, к этому стремились. Мы из нее никуда не ушли. Когда наше участие требуется совместно, мы участвуем совместно. Здравствуйте. Я хотела бы сначала поговорить за презентацию. И мой вопрос такой. Вот вы у себя в соцсетях писали по поводу, не знаю, была ли это конференция или что, именно про автономное оружие. Что в итоге там решили, что стало? Вы писали, что там многие восторги, да, автономное оружие надо срочно развивать и так далее. И как вы думаете, если бы в свое время количество женщин, работающих в IT-сфере и так далее, росло и было бы сейчас примерно впори на мужчин и женщин, были бы мы сейчас в данной ситуации, когда автономное оружие разрабатывается вот именно с такими стремительными темпами? Спасибо. Прекрасный вопрос. Спасибо. Да, если бы был гендерный паритет или хотя бы 35%, не было бы такого, что сейчас происходит с автономным оружием. Оно страшное, ужасное, и происходит это так. Конференция, которая писала, это называется Женевская конвенция о разработке шестого протокола к Женевским конвенциям. Происходит это заседание по Женеве в главном здании ООН. Сидят 88 стран, и делегации этих стран пытаются договориться. Естественно, договориться они не могут, потому что разные страны считают, что у противника уже есть этот вид вооружения. Происходит это следующим образом. Сидит Россия напротив Украины. Если Украина сказала, мы не хотим запрещать это оружие, Россия его точно не захочет запрещать. Если Россия сказала, не хочу запрещать или ограничивать, США сказали, да мы уже вообще это все разрабатываем. Есть пять стран, которые вообще никак не хотят ничего обсуждать ограничительного в сфере летального автономного вооружения. Еще раз повторяю, что это такое. Это любой вид оружия. Есть, например, в Израиле на вооружении есть Харпи, как его называют. Это тоже разновидность летального автономного оружия, которое на границе сам принимает решение о действиях. Значит, есть вот этот цикл, это определение цели. Собственно, главное в этом цикле – это определение цели и нанесение удара. Вот Харпи сам определяет цель. Например, вот я почему привела этот пример. Бегущий на границу Израиля человек. Вот Харпи определяет, это бегущий враг или не враг. И принимает решение наносить смертоносный удар или не наносить. Оператору при этом ничего не отправляется. Вот эти пять стран – это США, Россия, Китай, Великобритания, Израиль. И да, наша работа, как людей внутри вот этой компании, Stop Kill Robots Campaign, это мы носимся за делегациями с нашим предложением, как должен выглядеть этот шестой протокол конвенции. Он, я выбрала себе ровно вот эти пять стран. Ну и плюс в этот раз, когда мы там были, прекрасная страна Австралия, в которой как раз очень много о равноправии, которая говорит о том, что этика – это важно. И вдруг вот выслушав все страны, собственно, Израиль и Китай, которые говорили, а что-то такое, это замечательно. Солдаты не будут на поле боя погибать, будут воевать роботы. Отчего вы там расстроились по этому поводу? И вот после всех пяти стран выступала Австралия и сказала, мы вообще будем этичных делать, этичное летальное автономное вооружение. То есть тебя будут как-то пристреливать этично. Не очень понятно, как это будет выглядеть, но Австралия очень настаивает на том, что это этичное летальное автономное вооружение. Потому что он будет подлетать, например, ударом в голову сразу или в сердце. Непонятно. Все это, конечно, очень страшно, потому что в компании 21 Нобелевский лауреат, 5400 ученых, все ведущие вузы мира, абсолютно известное письмо Элона Маска, Стивена Хокинга, то есть всех ученых, таких вот прям мастодонтов, аксакалов, которые еще в 2015 году сказали, что запретить, запретить, вообще даже не думать о разработке такого оружия. Ну вот компании типа Амазон говорят, а чего? А мы хотим поддерживать проекты Пентагона, не видим в этом ничего плохого, собственно, а что такого? Вот, тема очень сложная, я считаю, ей нужно заниматься. Конечно, тема абсолютно мужская. То есть в компании за запрет этого вида вооружения или за запрет исследований и разработок в основном женщины. Делегации, которые присутствуют в зале, это надо видеть в основном мужчины. Причем, кто входит в эти делегации? Это, конечно, военные ведомства государств, это Министерство иностранных дел государств, там еще бывают, конечно, женщины. И, безусловно, это официальные представители, которые обычно представляют разведку. И вот когда ты видишь их рассуждение об оружии, ты понимаешь, какое количество вообще воин, так называемых, оксидентных воин или воин, когда вот сейчас известно, что солдат может не выполнять преступный приказ. Известно, я пишу про эти случаи, когда дали приказ убить или расстрелять, и человек не выполнил. Ну, алгоритм не может не выполнить. У него узкая задача – прикончить. Он это выполняет. Он для этого алгоритм. И при этом оксидентные войны, они не будут иметь этого ограничителя, что мы не хотим, чтобы люди погибли, и поэтому мы не участвуем в этой войне. Если воюют где-то алгоритмы, пожалуйста, мы просто будем жать на кнопку. Очень хороший пример. Я вот завершаю, хочу вам рассказать, насколько важен человеческий фактор. В 83-м году в Советском Союзе в сентябре такой лейтенант по фамилии Петров предотвратил реакцию советского ПВО на отражение солнца, на блик солнца от горы. Система звалась ОКО. Если бы Петров не вмешался, то, собственно, есть такая книга «Прекрасная полушара», называется «Army of none». В этой книге как раз описано, что был бы ядерный холокост. Собственно, благодаря Петрову вот этого не случилось. Но мы почему-то вот так же считаем. Мы не считаем, что люди совершенные, но мы считаем, что совершенные алгоритмы опаснее несовершенных людей, в войнах особенно. Спасибо еще большое за этот вопрос. Здравствуйте, Алена. Спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, у вас вся информация, которую вы давали, она была по Соединенным Штатам, будь то история, послевоенная, военная, будь то настоящее время. Есть ли у вас информация по… Мы все-таки в Европе живем, по Советскому Союзу все-таки женщины, я думаю, как-то были представлены по постсоветским странам сейчас. Какая-то, может быть, есть у вас подборка? Сейчас у меня нет, но поскольку я эту презентацию показывала в МГУ, и сама ее, рассказывая, задумалась, что нам нужно хотя бы соседние страны как-то опросить. Мы еще тогда, когда это было в ноябре, 1 ноября я выступала, мы еще тогда отправили запрос нашим друзьям и знакомым, что пришлите нам хотя бы ссылки. Пока у нас их нет, конечно, они будут, они нужны. Очень правильный вопрос. Правильный вопрос, что они нужны нам и по странам Скандинавии, и сводные, конечно, тоже. Мы, я думаю, что очень хотим, чтобы еще к этому подключились исследовательские институты, вузы и такие вот там, Мировой банк, например, нам как-то в этом деле помог. Поэтому, да, в будущем я планирую, что я не буду рассказывать только про Соединенные Штаты Америки. Хорошо, да, я полностью согласна. У меня вопрос о Green Books. Как вы думаете, что именно побуждает компания международная, ну или какие-то крупные компании создавать эти Green Books? Для чего они нужны? Я работаю в крупной корпорации, я думаю, она у нас есть, но я вот задумалась. Ну, если бы она у вас была, то при трудоустройстве вас с ней должны были бы ознакомить. Компания побуждает всегда только один факт, это максимизация прибыли. То есть считается, что когда есть Green Book или есть дружественная среда, то количество потенциала сотрудников увеличивается на треть. Ну, то есть так вот использовали Green Book. Это свод правил, в которых прописаны все так называемые дискриминационные факты, которые могут случиться вот на рабочем месте. Домогательство, оскорбление, насилие, неудовлетворенность работы, то есть все. И алгоритм действий, и вам он разъяснен. То есть вы знаете, например, в некоторых компаниях есть анонимная система сообщений о посягательстве на личные границы. Их не везде называют домогательствами. В некоторых компаниях посягательство на личные границы. Вы можете анонимно отправить, если вам ответили, что хотелось бы вас видеть лично, то там тоже расписан алгоритм, как вы себя в этом случае ведете. Я думаю, что, конечно, экономический фактор это количество женщин в советах директоров. Мы тоже недавно слайд обсуждали. Есть данные, что если треть женщин в советах директоров, то сразу на 15-20% растет прибыль компании. Но нет данных, что происходит, если 50 на 50. Нет данных. Поэтому, когда я выступаю, я говорю, что вот 50 на 50, то люди говорят, нет таких данных, не можем сделать выводы. Но компании заявляют, что да, там, где есть гринбуки, среда более дружелюбная, женщины чаще трудоустраиваются, больше держатся за рабочее место, высок их карьерный рост. Они стараются больше вложить в эту компанию, соответственно, становятся еще и лояльной аудиторией для услуг или товаров этой компании, если они ей могут быть. И таким образом компания активно использует все, что связано со своим сотрудником в работе и вне работы. Медуза говорила, что они будут разрабатывать этический кодекс. Да, говорила Медуза, но потом Колпаков вернулся обратно на работу. Не видела пока российские компании, кроме, пожалуй, Навартис, у которого в силу того, что это фармакология, вообще большинство как раз сотрудницы. Но нам присылают заявки на выман-френдли сертификацию, присылают заявки разные компании, сказать, что там какое-то безумное количество российских компаний я не могу, и об этом очень сожалею. Я вот хотела бы спросить. Сейчас общеизвестные цифры колеблются там от 15 до 30%, но у всех почему-то отложилась в голове вот эта цифра, что от 15 до 30% женщины зарабатывают меньше мужчин. На мой взгляд, это некорректные цифры, потому что эти цифры считаются всегда за равный труд. А на самом деле это неправильный подсчет, потому что к высшим должностям женщинам изначально закрыт доступ. В связи с этим, как бы за равный труд, да, может быть, эти цифры корректны, но надо же считать глобальную как бы ситуацию. И, соответственно, у женщин гораздо получается тогда меньше доход, если так считать. Да, это правда. Есть слайд мирового банка, где как раз ваш вопрос, он там на графике изображен. Да, конечно. Разница между зарплатами высших должностных лиц компании и, например, наемных сотрудников среднего звена очень сильно различаются в зависимости от того, что в основном мужчины занимают руководящие посты, а женщины их не занимают. И там больше 30% да. Здесь есть еще вопрос. Вот эти 30%, я тоже всегда это говорю, в России цифра складывается еще и не только по одинаковой должности, но еще и секторально. Например, разница очень большая в связи с тем, что мужчина – это газ, нефтянка, а женщина – это здравоохранение, образование. Значит, мы все знаем, что вот эта средняя температура по больнице, из разряда вопрос Путина, как это так сказано, что мы получаем 15 тысяч рублей, или вот недавнее видео про то, как врачи смеются, оказывается, они получают хорошую зарплату, а на самом деле там 7500 рублей. Складывается именно, и, к сожалению, это дикий гендерный дисбаланс, 70% трудоустроенных женщин. Россия – это страна, тоже надо понимать, работающих мам. От 59 до 89% женщин в разных возрастных группах работают. С учетом того, что Россия 14 лет уже первая среди стран он по количеству разводов, то получается, что Россия – страна работающих, разведенных мам. И с учетом третьей цифры, что у нас 100 миллиардов долгов по алиментам, Россия – страна работающих, разведенных мам, обеспечивающих семью. И, конечно, такая разница, что в социалке женщины сильно меньше, чем мужчины получают, это, конечно, не 30%. Она влияет на благополучие в том числе детей, рост бедности. Например, в России 21 миллион бедных и 67% – это женщины с детьми. Вот на эту цифру. Поэтому, да, у нас этот дисбаланс очень и очень высокий. Он экономически и социально сейчас требует сильной коррекции с такой корявой экономикой, как у нас сейчас. В ближайшие 10 лет нам не светит, чтобы женщины выбирались из бедности. Поэтому каким-то образом эту проблему надо сейчас уже начинать решать, чтобы дети, которым сейчас год, в 10 лет не оказались вот в этой воронке бедности. Уже сейчас. Пока она, к сожалению, никак реально не решается. И не решается пособием в 50 рублей, которые мамы получают. Конечно. Здравствуйте. Спасибо большое. Очень информативно, интересно. И очень о многих темах хочется высказаться, задать вопрос. Мой вопрос будет о STEM. На самом деле, то, что вы говорили, когда женщины в других странах приходят в школы и рассказывают и становятся такими теми, на кого можно равняться. Есть ли у нас в России такие инициативы в связи со STEM для девочек в школах? Может быть, вы знаете? Спасибо. Есть. У нас большое количество. Вот я показывала, пролеснула это, кстати, и зря сделала. Первый слайд там, собственно, изображена Даша, которая как раз делает, кодирует для женщин и куча встреч. Очень много на самом деле появляется девушек, женщин, которые проводят вот эти встречи, ходят на школы, рассказывают о том, как, в общем, важно, наверное, в этом участвовать. Пока, к сожалению, это явление не сильно массовое, там участвует небольшое количество людей, но это, наверное, нормально, через 5 лет будет по-другому, так всегда. Хотелось бы, чтобы больше появлялось крутых ролевых моделей, но для этого про них надо говорить, про успешные примеры надо говорить, наверное, про уровень благосостояния надо говорить, наверное, надо, чтобы чаще они где-то появлялись, средства массовой информации, эти успешные женщины, наверное, надо, чтобы они транслировали эту задачу, давайте обучим большее количество девочек профессиям будущего, и вот такие есть профессии будущего, но да, конечно, оно есть, но оно вот пока не массово, а не массово оно по одной причине, когда в стране 21 миллион бедных населения в основном выживает, да, задача выжить в семье, то там не стоит история, потому что давайте подумаем, а какое будущее вот сильно яркое ждет вашего ребенка, если, например, это бедные регионы, давайте подумаем, какое настоящее ждет вашего ребенка, как вылезти из бедности, вот какая задача стоит, но да, но я все равно считаю, что это крайне и супер важно, и, собственно, мы собираемся делать с Наташей Лапкиной и Митей Сошниковой, Митей это Microsoft, Наташа это детская академия наук, при российской академии наук, детскую школу по искусственному интеллекту, и пока в тестовой группе у нас достаточно большое количество девочек, ну, то есть мы как вот рассчитываем, что у нас будет, там девчонки будут, да. В детской школе? Она, по-моему, называется тоже кодируй для женщин или как-то так, но я могу найти. Ой, можно я скажу, по-моему, в московской школе кодинга, там Moscow Code School, там у них был проект, он, правда, платный был, и он назывался Girls Who Code, и это был специальный курс, вот, программирование для девушек, и там вот в их пресс-релизе объяснялось, зачем они сделали именно этот курс, что девушки чувствуют себя некомфортно с коллегами-мужчинами, потому что они отпускают какие-то комментарии по поводу их способностей. Вот, ну, то есть, есть, я не знаю, может быть, она, кстати, связана с этой инициативой. Нет, не связана, но, да, я помню, московская школа кодинга, да, они, по-моему, в центральном телеграфе раньше делали, да, это я помню, правильно, забыла. Все, вопросов больше нет? У меня есть вопрос. Да. Я хотела бы задать вопрос про законодательные меры, которые можно предпринять по кибербезопасности, потому что, ну, в России их нет, но, по примеру других стран, просто я вот как раз недавно читала много об этом. В России есть отключение, российский суверенный интернет, там есть много всего по безопасности. Не, не то, нормальный. Нормальный. Нельзя критиковать. Кибербезопасности здорового человека. Да, вот так, ну, да, такого нет. И как бы просто вот интересно, ты сказала, что придется отказаться от определенных прав, к сожалению. И вот я читала такие примеры, что, например, закон о детской порнографии, который есть, он часто работает в США, в Канаде против девочек. То есть они пытаются там исследовать свою сексуальность, может быть, переписываются с кем-то, они не знают, например, что это взрослый мужчина, и они посылают ему фотографии какие-то. Или просто происходит секстинг. И эти же девочки, они сами в итоге попадают под статью, потому что они, а-ля, распространяют детскую порнографию. И просто вот мне страшно, ты как юристка, как ты это видишь, как можно было бы принять такие законы, которые при этом не калечили бы тех людей, которых они должны защищать, и которые при этом бы не вмешивались слишком сильно в нашу приватность. Да, вот, спасибо. Прекрасный вопрос. Мы сейчас как раз хотим, говорили в Сахаровском центре на прошлой неделе вот о создании международной конвенции по цифровым правам. Она, ну, пока такое рабочее название, но концепция следующая – это приватность и автономность, то есть это использование персональных данных наших теми способами, которыми мы хотели бы, чтобы их использовали, не использование их никакими иными способами. И автономность, и так, чтобы у нас не было тотальной слежки, как, собственно, в Китае, когда компания Tencent попросила надеть сотрудников шлемы, полностью изучая их психическую реакцию на происходящее вокруг них на рабочем месте. Ну, такие же шлемы можно надевать при просмотре портрета вождя, например. Или в том же Китае, примерно, который ориентируется, похожая наша страна, есть племя югуров, которые вообще под тотальной слежкой находятся. Поэтому, да, приватность и автономность важна. Ни одна страна мира не знает, что с этим делать. Приняла Европа GDPR, хороший закон защиты персональных данных. Компании начали уходить из Европы в те регионы, где менее зарегулировано использование данных, потому что компания важна получать эти данные, чтобы максимизировать свою прибыль. И таким образом получается, что данные всегда использует компания и влияет компания на эти данные, а не граждане. Что касается, какие законы надо принять, чтобы защитить жертв травли, буллинга от вот этого всего, это такой вообще самый сложный, хороший вопрос, поскольку, если еще раз мы их защищаем и даем регуляторику какую-то, и даем инструмент силовикам, то мы говорим о том, что следите за ними, следите за тем, что они делают. И мы реагируем уже постфактум как раз на то, что она послала кому-то, да? Что силовое регулирование непосредственно запретить им какой-то тронинг, потому что, может быть, человек вообще в шутку написал, а ему за это срок, но это совершенно никуда не годится. Кроме того, есть некоторые сообщества, у которых, как бы, ну, которые, как бы, одни других трое, другие обратно, и все. Но нужно действовать другим способом. Нужно создавать зоны, свободные от буллинга. То есть, допустим, создать какой-то форум понимания в Даркнете, и в него получают, будет, инвайты, только те люди, допустим, которые в тех ситуациях, в которых остальные реагировали как спасла Шейнингу, но они получили, они отреагировали нормально с пониманием, они получают инвайты. И они поступают туда, вот тогда уже на форум. Задавать вопросы могут абсолютно все пользователи. Читать все, опять же, могут абсолютно все пользователи, но отвечать могут только те, у кого есть инвайты. Если человек отвечает, собственно, плохо, или опять скатывается в слайдшеминг, он инвайт теряет и может опять только задавать вопросы или только смотреть. Это, во-первых, сохранит наше право на конфиденциальность, во-вторых, избавит нас от необходимости начинать информационную войну, потому что, если мы что-то блокируем или кого-то сажаем, мы начинаем информационную войну. Они тут же начнут, не разбираясь, пытаться уничтожить все то, что мы создаем, потому что это нас питает немножечко, и это непосредственно только усугубит положение. Ну, это спасибо за идею. Мне кажется, должен быть очень высокий уровень компьютерной грамотности и кто будет эти инвайты раздавать, кто будет принимать решение посылать инвайт или не посылать инвайт. То есть, чтобы он принял решение, должна все равно быть собрана информация на этого человека. Ну, достаточно просто одного комментария и уже есть инвайт. А если отобрали компьютер и комментарий, написали недружественно, например, как будем поступать? Тогда уже инвайт вылетает. То есть, посудите, он… Или блокирует страницу в фейсбуке или в инстаграме или еще где-то. Ну, блокировки – это не то. Блокировки и потери инвайта одна из возможных. Если бы, мне кажется, кто-либо знал ответ, как это реально классно сделать, уже бы это где-нибудь было бы сделано. Но, к сожалению, все про это спорят. Вроде как бы один форум понимания я в Darknet как-то находил, но потом просто потерял на него ссылку. То есть, сложно. И непосредственно нет поисковиков по Darknet. Ну, точнее, есть, но плохо проиндексирована страница. Ну, если ты теряешь ссылку, то ты теряешь по ним как бы доступ к сайту. Но с другой стороны и Darknet представляет полную анонимность. То есть, не просто невозможно будет понять, допустим, какое имя, фамилия у человека, но еще даже по IP его невозможно будет вычислить и другими методами. Поняла. Я говорю, это одна из очень разумных идей. Я просто думаю, что еще раз, если бы оно действительно круто работало и там не было бы вот у меня уже сразу сто вопросов, как это должно быть правильно реализовано, но одна из возможных моделей. Вопросы можете мне после вопросов этих задать, и я отвечу. Я просто специалист в области компьютерной безопасности. У меня родился забавный вопрос. Есть ли у вас какая-то статистика или, может быть, у кого-то из нас какие-то, не знаю, предположения о том, лучше ли сейчас о восприятии женщин как тех, кто может быть инженерами, программистами по сравнению с советским временем, потому что моему сыну 7 лет, в 4 года он пришел из детского садика со словами «очевидно, мальчики умнее». Мне пришлось провести некую воспитательную беседу, но вот как-то так. А я не помню в своем детстве, но я дочь инженеров, поэтому у меня некая другая атмосфера, что то, что я занималась математикой, то, что я выбрала профессию инженера, в итоге не вызывала какого-то особого удивления, по крайней мере, в каком-то близком кругу. Вот как сейчас, потому что, мне кажется, сейчас больше культа девочки красивые, ну, да, мальчики, не знаю, умные какие-то. Да, спасибо за вопрос. Мне, наверное, тяжело сравнивать с советским временем, меня застало только хвостик, но мои родители инженеры, моя бабушка тоже инженеры, я гуманитарий. Ну, да, моя бабушка, например, не понимает, как можно оценить что-то только исходя из пола, и она не понимает, почему это сейчас так часто используется. Да, конечно, с появлением инстаграма, когда монетизируется внешность, конечно, лучше монетизируется совершенно определенная внешность, еще лучше монетизируется женская внешность. Конечно, с появлением запросов рекламодателей на то, чтобы женская внешность нуждалась в использовании продуктов для похудения, косметических товаров и услуг, это огромные сектора экономики, конечно, это все подогревается и подогревается, и поэтому, наверное, помимо консервативного поворота, который вообще есть в России, туда еще добавляется экономическая причина. Это так работает, так заложено, и поэтому компаниями востребована вот эта парадигма. То есть, очевидно, если мы скажем, что женщины должны быть умными, то тогда встает большой вопрос, зачем тогда женщинам пользоваться услугами пластических хирургов, гелями от целлюлита, порошками для похудения, ну опять, огромные рынки. Хотя надо сказать большое спасибо, вот я зазвучу компанию DAV, которая провела акцию здесь, пока мне не было в Москве, но им огромное спасибо, покажи меня, где она призвала нас всех сфотографироваться без фильтров у макияжа и прислать, у них будет вот скоро презентация, и это действительно круто. Хотя это компания DAV. Да, у них прекрасная эта история есть, что женщины в рекламе, например, части косметических продуктов DAV, они не канонической модельной внешности, что тоже очень важно, и бодипозитив — это реально круто. Но я хочу сказать, потому что мальчики умные, сейчас, к сожалению, тоже не парадигма. Парадигма скорее мальчик воинствующий, мальчик, который может отстаивать свое право быть агрессивным лидером. То есть вот это появилось и сейчас очень активно все время используется, не веди себя как девочка, ты так не должен, ты должен. И, к сожалению, вместо того, чтобы мы воспитывали поколение, которое вот это вот так вот не делает, никто никому ничего не должен, в равноправии воспитывается вот эта консервативная история, к сожалению. Ну и если мы учитываем тот факт, что в школах проводятся уроки, одобрены учебники, например, Российской православной церкви, о том, где место женщины, где место мужчины, все это резко усугубляется. Но еще раз повторю, женщина или девочка должна быть красивой, это экономическая причина. А вот парень должен быть агрессивным, это социальная причина. Мне кажется, что экономику надо менять, но ее менять сложнее, а вот социальную причину надо поменять. То есть скорее как раз классно внушать, что, как в видео было сказано, что ум дороже, чем маскулинность. Это важно. Я хотела бы добавить девушке, которая только что задала вопрос, соображение по поводу советского времени. Я жила в советское время, и могу сказать, что с одной стороны, да, как бы официальная пропаганда в советское время говорила, что женщина наравне с мужчиной и так далее. А с другой стороны, был абсолютно тотальный сексизм, и это даже не вызывало каких-то вопросов. Просто людей феминистских взглядов, например, высмеивали просто в детских учреждениях, в высших учебных заведениях, даже в семьях. Это было абсолютно табу, что женщина, там, ну, вообще дискриминация, говорить об этом. Было принято, как бы, что женщина всегда подает, значит, накрывает на стол, убирает со стола, моет посуду. Это тоже никогда не обсуждалось. То есть было абсолютно табу просто. А сейчас хотя бы об этом говорят. Это, на мой взгляд, это позитивные изменения. То есть это сказать, я феминистка, я вот считаю, что я выступаю за равноправие. То есть не сделают круглые глаза, всяк в случае не все. Вот так вот. Скажите, а вы верите в женскую логику? Нет, я вообще не верю, что мужской и женский мозг чем-то отличаются. И очень активно спорю с госпожой Черниговской, которая утверждает, что отличается. И использует аргумент, что, видите, у женщин нет никаких препятствий в науке. И что-то я не вижу среди женщин-ученых-гениев. Но я вот недавно была на заседании одной из кафедр в МГУ. И вышла прекрасная девушка делать доклад о гендерной социологии. И сидели только одни мужчины. И они подвергли ее обструкции. И несмотря на то, что я вообще ни с этой кафедры не должна была выступать, мне пришлось выходить и объяснять, что эта обструкция выглядит смешно именно по отношению к ним, а не к ней. Я не согласна с госпожой Черниговской. Я согласна с госпожой Бехтеревой. Которая говорила, что вообще нет одинакового мозга ни у кого. Никто не знает, как он устроен. Это вообще конкретный black box. И поэтому никакой женской, мужской, иной какой-то логики нет. Есть реакция конкретной личности на конкретно происходящее вокруг нее событие. Есть конкретные когнитивные связи в коре головного мозга. И это зависит не от пола, а от личности. Поэтому, да, я не верю в то, что есть и женская, и мужская логика, и тем более, что они отличаются. А стереотипы надо разрушать. Вот во что я верю. Я хочу просто добавить к разговору мое личное вообще субъективное ощущение. Я просто, ну вот так, наподумать. Да, действительно, сейчас ощущается такое подчеркивание гендера и гендерных моделей из детского сада, которые действительно, несмотря на то, что в Советском Союзе существовал жесткий сексизм, но внешне такого не было, что нет девочек ни в розовом, ни с длинными волосами. Да, нет, как бы, да, мальчики вообще не могут быть красивыми, там, вот. А мне кажется, что это во многом реакция на меняющийся мир. То есть люди ощущают, что что-то в воздухе носится, вот это размываются границы, феминизм, там, да, гендерные нормы рушатся. И это такая вот реакция, давайте поддержимся за традиционное, давайте как бы вот жесткие правила установим, мы будем их придерживаться, но мне кажется, ну да, то есть это мое, мое такое ощущение, но да, вот, спасибо. То есть как бы это откат на фоне позитивных изменений, симптом изменений. Я рада, что вы все считаете, что позитивные изменения, это классно, значит, мы победим в итоге, я в это верю. Больше нет вопросов на кого? Ну, конечно, спасибо огромное, что вы пришли, потратили свое время и, в общем, но пасаран, как говорят у нас. Спасибо. 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 Спасибо.